здравствуйте мои дорогие любимые зрители как и обещала я сегодня покажу вам свои куклы кукол я начала делать очень давно когда мне было еще лет 16 и я ну любила их сама шить обвязывать ну то есть нет готовых кукол а именно самих кукол делала из ткани и шила им одежду и вязала одежду ну и потом это увлечение переросло меня в такое более серьезное хобби я уже стала вырезать куклы из дерева из пенопласта но пенопласт не пупырчатый такой белый а жесткий пенопласт и ножом я резала часто себе руки я вырезал этих кукол после во второй части видео я покажу вам этих кукол если я найду фотографии конечно многие куклы уже не сохранились и также у меня есть одна кукла вырезаны из дерева если я найду ее сегодня я покажу если я не найду я покажу фотографии потому что все это у меня уже где-то в коробках на антре солях и в такой у меня кладовки и поэтому искать если не найду искать даже не буду ну вот покажу вам сегодня три куклы сначала которые я сделала уже в мастерских художников я занималась в мастерской ирины кочерова это такой московский мастер кукольник и под ее руководством я сделала двух кукол и ирина нас учила работать с пластиком учила его запекать учила создавать куклу но все что вот я сделала сделала своими руками это куколка называется девочка смотрящая через стекло через стеклышко девочка смотрящая через стеклышко это как бы воплощение меня в детстве когда мы делали секретики когда мы радовались каждому лучику когда через стеклышко можно было посмотреть на мир и увидеть его в другом цвете и удивиться то есть это как бы удивление детская наша все радость всему новому что мы видели в своем мире с чем мы встречались куколка это сделано у меня из пластика который запитается в духовке а голова ножки и ручки а туловище у нее на жестком каркасе проволочном и сделан из ткани она немножечко вот платится ее помялась немножечко потому что она лежала в коробке хранится она в коробке но платится это моей сестры моя сестра раздела родилась в начале шестидесятых и это ее было детское платье из которого собственно я и сделала платится для этой куколки она такой крепдышиновая ну давайте я вам покажу ее поближе она такого видите среднего размера вот у нее личико конечно здесь было влияние ирина кочарава и и кукол в лице она нас учила лепить глазки лепить носик глазки здесь стеклянные вот видите и расписаны реснички все это расписано пластик расписывается потом вот я вам близко-близко и и показываю то что ротик такой длинный это тоже влияние иринин его видение это как бы мы создавали в группе она нас учила посмотрите какая ручка пальчики все это вылеплено все это специальными инструментами нанесены контуры полосочек ноготки у этой ручки и вот вторая ручка вот у нее тоже ноготки и все вот эти полосочки есть пальчик видеть антин у нее там отставлен все пуговки все вот эти ленточки продаются и кружева в специальных кукольных магазинах они должны быть очень мелкие чтобы соответствовали размеру куклы поэтому все это покупалось очень выбиралась специальных вот магазинах вот ушка посмотрите какой у нее волосики тоже специальных кукольных магазинов меня еще много материала осталось то есть у меня прям было такое серьезное увлечение которое длилось наверное лет пять ну как бы увлечение куклами у меня давно но вот куклами из пластика и паперклея у меня длилось наверное лет пять но это очень трудоемко очень устаешь пока всю куколку эту создашь лицо лепилась не за один день она смотрит на стеклышко такая девочка но самое интересное у нее это ее ножки куколка вся должна быть сделана целиком то есть чтобы человек который коллекционер кукол мог заглянуть везде и под юбку и везде увидеть у нее все детали поэтому ножки хотя они скрыты платьем но они посмотрите какие все эти пяточки смотрите там даже и ноготки есть на каждом пальчике и косточки вот такие ножки у этой куколки вот моя первая работа из пластика из запекаемого но он очень сложный в работе он как бы пружинит он такой неподатливый его нужно приручить опускаем юбочку она у меня на подставке подставка отдельно хранится поэтому я вам показываю ее без подставки вот такая девочка сейчас я вам покажу вторую куколку сделанную из пластика и вот вторая куколка это девочка паш вот таких шекспировских времен сделана она тоже вся из пластика голова шея ручки и ноги целиком а в одежде использована также винтажная ткань ткань которая сохранилась еще от моей бабушки может быть она спорота с какого-то пальто или из какого-то костюма не знаю но все старые ботиночки у нее сделаны из кожи давайте на них сначала посмотрим это специальная мягкая кожа тонированные ножки там из пластика внутри тоже сделано под руководством ирины кочаровой в ее мастерской поэтому лицо тоже напоминает ее кукол так как лицо лепилось под руководством ирины у нее есть ямочка на щеке у нее такие глазки стеклянные брови ротик носик там есть ушко тоже такое вот посмотрите волосики кукольные у нее рыжие вот они посветлели кстати от времени не были более яркие рыжие волосики ну и здесь все вот эти смотрите какие мелкие детали пуговки это все тоже из кукольного магазина какие-то бубенчики здесь у нее наши ты поясок с маленькой пряжечкой кукольный есть специальные такие кукольные магазины ручки она держит бубенчик в обещи когда большой настоящий винтажный колготки у нее надеты сейчас я ее вам поверну и вы посмотрите на нее с обратной стороны у нее такая шапочка и косички и волосики завязаны в косички такой вот ленточкой такая вот видите она сидит по дворце короля такая вот куколка ну вот это две куколки у меня из пластика и сейчас я вам покажу куклу выполненную из папер клея который мы создавали в мастерской любовь луку янчук любовь луку янчук учила нас работать уже с другим материалом мне он показался ближе и более так сказать мне приятнее было с ним работать этот материал называется папер клей и вот куколка сделанная под руководством любови луку янчук тоже с и влиянием ее видение поэтому это куколки видите такая длинная шея это специально так сделано мы создавали такую коллекцию вместе все ее ученики которая называлась пастушки любовь лук янчук за основу берет картину художника живопись и на основе этой картины мы изучаем костюм той эпохи выполняем работу как бы сошедшую с полотен великих художников и у нас получились у всех разные куклы посмотрите какие ножки там есть и туфельки и панталоны все эти кружева куплены и специальных магазинах они очень дорогие это какая какое-то кружево очень такое тонкое по моему привезены из франции поэтому здесь все материалы не винтажные но купленные специальных бутиках тканей куколка на подставочке ее можно вот так поворачивать и со всех сторон она будет прекрасно смотреться это один из жанров кукольного искусства так же как и скульптуры чтобы твое произведение смотрелось со всех сторон очень красиво поэтому знаете я ее прям даже вот вместе с вами первый раз вижу после нашей выставки потому что она была убрана в коробку лежала в коробке у меня закрытые пакетами тканями чтобы не пылиться куколка внутри нее каркас проволочной и ножки ручки и голова шеи сделаны у нее из материала который называется папер клей вот такая пастушка сейчас я вам покажу поближе ее ручки и роспись лица и расскажу ее ручки внутри сделаны из проволочки проволочка это облепливается папер клеем все сушится потом снова создается объем потом снова все сушится а потом уже специальной самой мелкой шкуркой все доводится до совершенства шкурится и покрывается специальной краской акриловой создается тон лица тон кожи все это расписывается глаза у нее тоже расписные шарики делаются эти шарики облепливаются но вставляются в каркас то есть как бы голова у нее внутри из самом внутри из фольги и фольги придается форма черепа потом она это фольга также на нее наращивается объем из папер клея и потом глазки туда сажаются и облепливается веками ну то есть там все очень сложно это тоже не один день лепится такая голова ну и потом глазки расписывается расписывается самой тоненькой кисточкой акварелью покрываются вот этим лаком для глазок видите чтобы они блестели губы тоже расписываются носик все это кропотливая очень кропотливая трудоемкая работа и вот волосы и кудри это тоже особая техника такая куколка из папер клея но вот папер клей мне понравился больше хотя работы тоже очень много и она очень-очень трудоемкая не менее трудоемкая чем из пластика может быть даже и более покажу вам шляпку я по-моему я ее связала до эту шляпу я связал крючком и придала ей жесткую форму с помощью желатина видите она такая как бы как соломенная шляпка но она жесткая вот такая вот куколка со всех сторон на нее посмотрим я создавала с любовью лукьянчук еще одну куклу циркачка на слоне но знаете у меня просто терпение закончилось и она у меня недоделанная лежит не доделала я ее потому что уже совмещаются работы было тяжело курсы и так я и выставки не приняла участие ну зайдите на фейсбук найдите любовь лукьянчук вы увидите ее работы потрясающие потрясающий мастер так же как и ирина кочерова еще раз вам покажу эту свою куколку потому что сейчас она опять уйдет в коробку таких кукол надо хранить специальных стеклянных шкафах чтобы они не пылились наверное у коллекционеров кукол есть такие боксы у меня она вот спрятана вот в такой коробочке да ну и как же не показать ушко так же как и у той куколки все детали должны быть выполнены очень хорошо чтобы чтобы коллекционер смог заглянуть в любое место куклы и увидеть там все детали которые скрыты поэтому кошки и все остальное что скрыто от ваших глаз выполняется тоже должно быть выполнено тоже очень хорошо со всем мастерством кстати это платье я шила прям вручную иголочкой не использую швейную машинку здесь все все сшито вручную и скрыто все швы вот видите ленточки все не должно быть нигде видно ни ниточки ничего это один из одно из требований этого жанра кукольного вот видите например здесь вы даже не видите что шва и по не должно быть видно нигде все должно быть очень аккуратно аккуратно пришита там у нее есть еще одна юбочка здесь тоже все сшито вручную вот видите вот вам стежки такие поэтому так долго создаются эти куколки там есть еще такая вот ткань придающая пышность юбки и панталоны вот видите панталоны тоже все также сшиты аккуратно вручную чтобы не было ничего видно никакого и шва ничего здесь сделано специально такое каракле из сжатой бумаги как будто чулочки и ботиночки у нее туфельки сделаны из кожи и туфельки эти тоже должны быть безупречные все и каблучки и подошва все должно быть у нее безупречно чтобы не было ни к чему нельзя было придраться видите кстати зовут мою куколку жанетта даже сейчас вспомнила ее имя а что жанетта ты соскучилась давно мы с тобой не виделись подруга вот так создается кукол из паперклея сейчас я вам покажу голову одной из куколок меня же много осталось всяких недоделанных работ такая вот видите головка она вот так очень тщательно расписывается она так создается очень трудоемко потом она расписывается это очень очень долгий процесс это вот как раз циркачка голова циркачки посмотрите на глазки как они расписаны то есть там даже радужка расписывается по определенным правилам и законам с поближе вам даже покажу вот видите насколько кропотлива это труд такая вот голова потом к ней приклеиваются волосы точнее она сначала крепится на тело делается уже и прическа другие атрибуты шляпки все должно быть симметричная процесс создания авторских кукол еще сложнее чем украшению еще более трудоемкие требует такой ювелирной ювелирного исполнения но это не театральные куклы это такие интерьерные куклы коллекционные куклы театральные куклы они конечно создаются по-другому то другой жанр уже может быть эта куколка когда-нибудь будет закончена мной когда я закончу переделки и еще у меня есть несколько задумок с куклами у меня есть очень интересная концепция и проект который я хотела бы конечно реализовать пока голова идет в коробочку а я вам дальше покажу с чего началось мое увлечение куклами самой самой первой своей работы ну и конечно же я с детьми создавала куклы и у меня есть даже куклы с которой мы делали вместе с сыном если найду фотографии сами куклы то обязательно покажу а а Продолжение следует...